Доброе утро! Пятый день нашего отпуска и сегодня у нас будет переезд. Не знаю, говорила вам или нет, но в общем у нас такая ситуация получилась, что мы сняли эти апартаменты и еще одни апартаменты, потому что эти не были свободны на весь период отдыха и те были не свободны на весь наш период отдыха. Поэтому пришлось снять половину отпуска вот эти, половину отпуска другие, которые сегодня мы будем переезжать. Они находятся прямо рядом, вот соседняя дверь здесь. Единственное, там будут выезжать только в 12 часов и после этого еще два часа нужно сделать уборку там, ну не мне, а в смысле, кто убирается. Поэтому сейчас надо позавтракать, собрать вещи и потом в 12 часов, когда нам отсюда тоже надо выехать, просто перенести наши вещи туда и пока там будут убираться, мы в это время что-то будем делать. Поедем гулять в центр Севастополя, скорее всего. У меня сегодня волосы после сна вот так вот завелись, я их сейчас побрызгала вот этим мистом, который я с собой брала, у него очень приятный запах и они вот так немножечко увлажняются и вообще они должны распрямляться, но это надо очень много побрызгать, чтобы они выпрямились. Дети у меня в отпуске нашли себе занятие, они из камушков делают человечков, да, Кирилл? Да, я соль, я человек сломал. Делают человечков, циферки, да, Кирилл делает? Да, я могу вам цифру показать. Давай, покажи цифру какую-нибудь. Я могу цифру показать. И это какой камень? Один. Это не нужно, мои камни басы. Один, один, два. Вот, один у Тимофея, правильно. Один в огне, один, один. Если за ты, это сто. Сто? Нет, сто, это вот, если вот это нолики, то вот сто, это вот так, а это, сейчас скажу сколько, это один миллион. И цифра один, Кирилл, вот в эту сторону, вот один миллион. Будем сегодня собираться, очень нам понравились эти апартаменты. Жалко, к сожалению, не успела пофоткаться в этой ванной как-нибудь для себя, так скажем. В тех апартаментах, которые через стенку, тоже есть ванна, только другого цвета, конечно, не на таких ножках, но тоже на балконе есть ванна. Все, короче, мы переезжаем. Сейчас будет Сережа таскать, а я что? Кстати, Сереж, я тебе что покажу, что Тимофей нашел. Мы-то не знали про эту. Смотрите. Вовремя. Здесь, оказывается, включалась подсветка. В общем, все, с этим номером мы прощаемся, с этой ванной. У нас очень длинный переезд, долгий. Так, это пакет с пакетами, это обязательно. Вот он в конце. Ну что, у нас соседний номер, еще один рум-тур, номер-тур. В общем, что, здесь такая же прихожая, все то же самое, другие немножко цвета, шкаф. Кстати, надо посмотреть, что здесь есть еще. Пледы вот там сверху, гладильная доска. Ну, это все как и там. Да, было здесь ничего. Так, собственно говоря, шкаф. Душ. Здесь вот такие серые цвета. Ну, мне привычные. Здесь зеркало с подсветкой уже. Где здесь подсветочка включается? И она включается так. Здесь маленькая стиральная машинка. Опять набор полотенец. Фен немножко получше, кстати. Корзина для грязного белья. Опять же, два этих. Душевая вот такая. Дальше проходим холодильник. Здесь у нас появляется, кстати, Dolce Gusto. Можно будет, кстати, купить себе пару капсулок. Потом идем сюда. Здесь точно такой же диван, только прикольного цвета, такого красивого. Здесь, кстати, сделана как раз декоративная штукатурка, которую я себе хотела делать. Наверное, в следующий раз, когда буду делать ремонт, буду ее делать, потому что это очень удобно, мне кажется. Такой же скошенный стол, только здесь вместо двух стульев еще две табуреточки. Вот такое красивое панно. Кухня. Только она почему-то... Это что такое? Здесь еще положено черное стекло. Видите? Здесь такой более дорогой кран. Балкон. Вид уже получше. Длинный ящик. Кстати, по посуде надо посмотреть. Сковородочки. И, собственно говоря, разделительная стена. Да. Единственный минус то, что телевизор с той стороны. Обычно у нас дети вот здесь лежат, они его смотрят. Ну, ладно. И здесь мы перемещаемся в нашу зону спальни. Здесь вот такое зеркало с подсветочкой. Это вообще, конечно, классно здесь. Фоткать и фоткать прям. Смотрите, и как у нас. Как и было, да. Все, Кирилл, да, я расскажу. Здесь кровать стоит вот так. И висит телевизор. Как я и сказала, это небольшой минус, потому что обычно у нас дети телевизор смотрят. Но ничего, будут, может, здесь спать. И теперь выходим на балкон и смотрим, какая здесь у нас. А здесь балкон больше. Подожди, Сереж. Вот такая здесь ванна черная. Класс. Вообще валдеть. И смотрите, и тут камешки. И тут камешки. Или ты из окна уже прям на море. О, подсветочка. Здесь синяя, там была розовая. А она покупает. Да? По-моему, нет. Так, и здесь у нас уже вид на море. Красотичье море такого красивого цвета. Ну все, Сережа, переехали. Сейчас мы разложим вещи и поедем в центральную вухту, на центральную набережную погулять. Потому что сегодня 22 градуса прохладно для того, чтобы как-то купаться, еще что-то. Но очень отлично, что уже погулять. Дети у нас, наверное, сегодня без дневного сна будут. Мы тут все в рубашечках. Кирилл, покажите свой прикид сегодняшний. Вот в такой рубашечке. И шляпка. И у Тимофея тоже. Типич, если ты тут стоишь. Тимоха тоже. Только без... Ну что ты делаешь ты? Поставь его на рамки. Что ты делаешь? Наставай. Ну понятно. Господи, что придумали. Слушай, ну ты этот номер интересный. Да. А мы изначально с тобой этот смотрели. Просто он был занят, поэтому мы переехали в соседний. Но в соседний тоже был хороший класс. Мы приехали и сразу же под белорученьки нас поймали кататься на корабле. Так что мы идем кататься на корабле. Мы, кстати, вчера, походу, кепки оставили в кафешке. Поэтому надо будет сегодня в эту кафешку опять зайти. А то жалко кепки. Мы их обратно. Да, да не знаю. Посмотрим, Кирилл, если повезет. Мы точно увидим военные корабли, подводные лодки. Две, я сказали. Одна старая, одна новая. Такси нам стоило 500 рублей. Ехать тут всего где-то километров 5. Но мы ехали полчаса, потому что пробки, потому что извилистая дорога. Хочется, кстати, кушать. Наверное, здесь потом мы покушаем. Но мы идем. 2,400 на четверых получается. Два детских, два взрослых. Но мы на час. Лобируйте, запротоколируйте. Будь пар. Хорошо, что она побольше. Они вот такая. Потому что на это их сильно качают. А на это нормально должно быть. На морское путешествие. По четырех центральным бухтам Севастополя. Наш город-герой был основан 1780. Севастополя. 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 После прогулки мы пришли. Во-первых, Тимофея купили шляпу, потому что, ну, надо ему на голову что-нибудь. 500 рублей, прикиньте. Кириллину, главное, за 200 покупала в Москве, а эту 500. Ну, ладно. Смотрите, напиток на основе фруктов. Наглый фрукт. Прикольное название, конечно. По ценам, ну, например, вот здесь вот на набережной, да, то, что мы сидим. Вот я буду сейчас брать вот это вот филе индейки с ананасом под гриль, под солнцем ключи, с 350 рублей. В принципе, недорого. Борщ тоже 200 рублей всего лишь. Это очень недорогие цены, по мне. Что у нас там рядом... Кстати, нам таксист сказал, что мы живем в центре. Он сказал, что все здесь в центре. Да, что здесь все в центре. Ну, все, дети кушают, Серега поел. У нас не вкусно, парни, а надо. Вкусно, вкусно. А мне вот принесли, ну, борщ я уже съела, борщ вкусный. А вот сейчас принесли индейку с ананасом и вот под соусом блючиц. И у нас, Серега, сегодня разгрузочный день. Мы здесь не каждый день пьем, хотя Сережа старается. Пытается всеми силами, но я ему мешаю отдыхать. Вообще нет горя. А, у Сережи не может найти коктебельский коньяк семилетний. Экспортный. Экспортный, да. Нашел только пятилетний, да? Пятилетний обычно, но это... Ну, это не то, короче. У нас здесь кот сидит. Я его покормил чуть-чуть. Ну и все. Ты можешь идти. Все, иди. Иди, будем кормить. Я ему половину своего этого филе отдала. Ну что, мы сейчас куда гулять? Пришли на трибуны. Пришли на трибуны. Вот, ну вот, из-за селенины. Красавец, сейчас. Памятник. Дети какие-то, у них уже руки холодные, поэтому куда-нибудь подальше от набережной отойти, чтобы они немножко согрелись. И вот, смотрите, какая красота. Вот еще один памятник виднеется. Сережа там стоит, оказывается. И вот здесь. Такое тоже здание красивое. Дети бегают, голубей гоняют. Не знаю, видно на камере или нет. Вживую это будет красиво. А мы дошли до вот таких часов. Дети как увидели, такие, о, мы хотим на лестнице подняться. Сережа такой, ну понятно. Он расстроенный идет сзади, что надо по лестнице подниматься. Гуляем здесь, погода позволяет. Единственное, я говорю, ветер сильный. Но ничего. Зато не жарко, можно спокойно ходить, не обгорать. Сейчас мы проходили какой-то выпуск, но я даже был в университете. Севгу называется в университете. Севастопольский государственный университет. Так, мы покушали, забрали наши кепки из кафешки. Слава богу, они там были. И все, идем теперь обратно к нам в номер, в новый сегодняшний. Кирилла ножка опять натерлась в этих сандаликах. Не знаю, почему. Сейчас надо переодеться и пойдем на стендап все-таки. Надо переодеться, потому что очень холодно уже вообще. Только Серега взял Кирилла на плечи, и сразу такой, папа, возьми меня за ручку. До этого шел со мной за ручку. Сразу пошел с папой за ручку, в общем. Супер, давайте всего одну фразу, и раз он так чуть-чуть ломается. На что в Омске можно постоять? Чем город славится? Это, мам, да? Мы также славим своими технологиями военными. А я говорил, ребята. Которые до сих пор производятся. Снаряды и все прочее, чтобы все спали успокоен. Это все прочее, знаешь. Ну, а на поверхности множество парков, красотов. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!